Добрый вечер, дорогие друзья! Вот уже вечер и получил я несколько постингов, несколько сообщений, месседжей от человека, который, ну в общем-то, болеет душой за всех нас, за всех вас, за себя, может быть, и за людей, и защищает людей, но, по-моему, слушает в основном саму себя. И хотелось бы ответить этому человеку, зачитав полностью постинг, потому что, я думаю, так думают очень и очень многие люди. Но беда этих людей в том, что эти люди случайные, они с самого начала нашли агента и знают то, что агенты в подавляющем большинстве своем на самом деле большие, прохвосты, начинают долбить по этому агенту, видят в его канале и в том, что он говорит и пишет, то, что они хотят услышать. Это и есть, кстати, научный подход, потому что так называемые ученые, они те слова, те фразы, выдернутые из контекста, а, пожалуй, даже просто придуманные самими людьми и ставят во главу угла. То есть, они борются с ветряными мельницами и демонизируют человека или идеализируют других, но в данном случае им нужно побороться, им нужно защищать интересы правильных людей. Но правильно ли они это делают и понимают ли они вообще, на каком канале они находятся и нужно ли бороться с тем человеком, с которым они пытаются бороться и вообще, слушают ли они то, что им пытаются донести. Татьяна, она спрашивает, одна Австралия, вы извините, пожалуйста, если я вас чем-то обидела, но информации никакой существенной не было, так, вокруг да около, просто размазанный разговор, понять из него ничего нельзя. Речь идет о видео о том, как мужчине приехать и остаться в Австралии. По-моему, я был абсолютно понятен, но читаем дальше. Одно понятно, если удастся вам сюда пробраться, чтобы зацепиться, ищите себе вторую половинку, я так понял, а можно эффективный брак. А человек, который, допустим, смотрел вас в первый раз, ничего гусеньки не понял, приедь, подтверди, работай, женись, да, если бы все это было так просто. Человек, чтобы попасть к вам, проходит семь кругов ада, как говорится, и все это очень непросто сейчас, захотел, приехал, а хотеть надо долго и упорно, трудиться, трудиться, учиться, учиться, и еще, если очень повезет. Оторвались вы от жизни, вот чему надо учить вам, балбесов разных и мечтателей, и еще, это большие деньги, и еще раз извините, если я что-то не так сказала. На вещи надо смотреть реально, не все так просто, пришел, увидел, победил. Обнадеживать так, чтобы люди тратили время и деньги в пустое, это неправильно, учиться, 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 вот что надо, а балбесов и разгильдя охранных вам не надо. Так думаю, искателей приключений и удачи и так своих хватает. Вот поэтому умным, талантливым людям тяжело в Австралию попасть из-за разных любителей приключений. Вот поистине умные слова, талантам надо помогать, а бездари пробьются сами. Вот поэтому у меня и создалось впечатление, что вы таким помогаете, ищите им лазейки, если можно так сказать. Может я не права, извиняюсь в третий раз. Татьяна, ваша проблема в том, что вы слышите то, что хотите услышать, и вы хотите побороться, но вы не на том канале. Я вам могу указать очень много, 99% каналов, где вы можете, как тот Дон Кихот, бороться и, наверное, побеждать, до момента, когда вас забанят. Но вы будете, наверное, правы. Дело в том, что мой канал, это канал для моих студентов, для моих друзей, для тех людей, которые становятся моими студентами, будущие студенты. И их большинство, особенно сейчас. Это люди, которые, вот вы говорите, вокруг да около, и сами говорите про фиктивный брак. Вы в своем уме, вы что, хотите, чтобы я говорил о фиктивных браках? Да, я, кстати, говорил, и объяснял, что надо делать. Но это не со мной. Ребята, фиктивный брак, а как же учеба? Я образовательный агент. Я не хочу видеть здесь людей, которые заключают сразу фиктивные браки. Они, в принципе, они не смогут этого сделать, потому что технически надо находиться здесь. Но если кто-то из ребят приедет сюда, предположим, по студенческой визе из моих ребят, и перейдет на партнерку, я буду только рад. Это мои люди, понимаете, это мои студенты, это мои друзья, это люди, с которыми мы месяцы провели вместе, мы пуд соли съели. Это мое. И если эти люди после года этого английского языка перейдут на партнерку, и это, в общем-то, в действительности у многих происходит, я буду рад. Это мои люди остались. И, Татьяна, вы видите много людей, у которых не получилось, которых кто-то обнадеживал. Да, у них не получилось. Их кто-то, не я, их кто-то обнадеживал. И то, что у них получилось для меня и для моих студентов, и что у них не получилось, это хорошо. Потому что мы все делаем правильно, если у них не получается, а у нас получается. Потому что мы вместе сила. Я не могу обманывать людей. Вы даже не понимаете, как работает моя система. Существует сотни глаз, сотни пар глаз, которые внимательно за мной следят, это мои бывшие студенты. А знаете, сколько у меня еще недоброжелателей, конкурентов и прочих людей. Эти люди в действительности, я же им дорогу перешел, массе агентов образовательных, миграционных. И просто люди, которым, вот вы знаете, вот эти неудачники, о которых вы говорите. Вы представьте себе, ведь есть люди, которые приехали с какой-то компанией, типа крутой разговор, да, или еще что-то. На нее отучились в каком-нибудь Макворе университете. И в любом другом университете. Знаете, иногда за магистратуру, которую у нас люди платят по 28 тысяч, они заплатили по 102 тысячи. Может быть со скидкой 80, 80 штук, и они уехали домой. И им никто не помогал. Вся эта компания находится где-то там в России, а то и где-нибудь в Чехии, или в какой-нибудь Румынии, Болгарии. Они сидят себе, отдыхают и гребут деньги лопатой, потому что вы даже не понимаете, сколько комиссионных платят эти университеты. Вы даже не понимаете, насколько в сговоре эти агенты учебных заведений австралийского государства им, казалось бы, этим студентам было легко. Они элементарно получали визы, но у них не было ни работы, ни друзей, ни помощи. Их агенты вообще ни в чем не участвовали. Ни в жизни академической, ни в трудоустройстве подработки, ни после этого. Эти люди уезжают. Я лично знаю, коли я был студентом университета в технологии, у меня очень много было друзей в Макворе, вот я и Сиднейский университет, я знаю вот эти три университета. Я знаю массу людей, которые уехали. Гораздо больший процент, чем те студенты, которые заканчивали мои СКЮ и КОИ и другие высшие учебные, невысшие учебные заведения, они остались. А некоторые закончили, вообще потратили, я не знаю, там копейки какие-то и вышли замуж, женились. Я, да, я им помогал. Это мои люди, это мои друзья. Мне дороги эти люди, понимаете? Мне эти люди дороги. Мне не дороги вы. Мне не дороги те люди, которые, вы знаете, те люди, которые не мои студенты. Они ведь видели мои видео. Они точно так же насмехались, наверное, глядя на этого лысого стареющего клоуна в интернете. И что теперь? Смейтесь. Пусть они смеются. И свои Калуги и Нарофоминска, Хабаровска-Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Калининграда. Не тот, который подлипкий, а который бывший Кёнигсберг, да и который подлипкий тоже. Пусть они смеются. Пусть они завидуют. Пусть они втихаря плачут. Они же понимают, что у них не было системы. У нас система есть. Каким образом Саша Петров может врать? Я же говорю, сотни пар наблюдают за мной. Моих до тысячи, может быть, моих бывших студентов. И людей, которые сюда собираются приехать, они тоже меня видят. Они зорко следят за мной. И более того, эти люди верят мне, потому что они общаются, получают... Они говорят с работодателями, которые здесь их принимают на работу. И они выгодны работодателям, потому что это люди, на которых можно положиться. Потому что они в этой системе, они понимают, что из этой системы легко вылететь. Вернуться в неё будет очень сложно. И подмоченная репутация не восстанавливается. Её восстанавливать годами надо. Были такие случаи. Это очень сложно. И поэтому люди, уходящие из системы, им тяжело. А те, которые в ней вообще не были, им катастрофически плохо. Вы говорите, я отбился от жизни. Вы это мне говорите? Да я прошёл столько кругов ада, потому что у меня меня не было. И таких, как я, не было тоже. У меня не было людей, которые могли бы меня направить по правильному пути, помочь во всём. Мы как-то выкарабкивались. Мы как-то здесь уже находили связи. У меня Гагариных этих ребят 67 человек сейчас. 67 человек, которые будут студентами. Кстати, не все Гагарины, но все общаются. 67 умнейших голов, которые делятся информацией, помогают с работодателями, помогают с документами, помогают с английским языком, помогают во всём. Не считая десятков людей, студентов, которые готовы им помочь и помогают. Не считая руководителей и менеджеров учебных заведений, которые гарантируют им в письменном виде условия, которые никогда никакое другое учебное заведение им не даст. И вы хотите, чтобы те люди, которых вы знаете, были на той же доске и в тех же условиях, как эти люди, которые, в отличие от ваших плачущих друзей, неудачников, эти люди, десятки людей, я же говорю, как минимум 67 человек, они помогают друг другу, они встречаются с друг другом, они поддерживают эмоционально друг друга. Это огромнейшая сила, это влияние. Просто это не передать словами. Насколько люди, насколько люди сдружились, это поддержка. Люди получили уверенность. Вы знаете, сколько отказов было из-за того, что человек чувствовал себя одиноким? Это как те самые люди, про которых вы говорите. И не знаю, что сказать на интервью. Мои люди знают, что говорить. Мы это прошли ещё 15-10 лет тому назад. Мы прекрасно знаем, как себя вести на интервью. Мы прекрасно знаем, что офицеры посольства тренированы спецслужбами. То же самое Азио. Я не бла-бла-бла вам говорю. Я говорю то, что говорил парламентский секретарь по этим как раз делам. Понимаете? У меня были запросы, на которые отвечали senior migration officer в Москве. Марк Сэндал тогда ещё был. На которые отвечал министр иммиграции. И не один, а три. Они в письменном виде отвечали на запросы члена парламента по моей просьбе. Я читал стенограммы людей. Я учился на всём этом. И этот опыт есть опыт, который используют мои студенты. Понимаете? А вы говорите, я оторвался от жизни. Умным, талантливым людям не попасть в Австралию. Умные попадут. Дурак не попадёт. Умные – это не тот, который только читает умные книжки. Вы можете сто раз прочитать «Семь привычек успешных людей» Стивена Кови и не стать успешным. Надо быть приличным человеком. Надо быть человеком, который работает в команде. Надо помогать друг другу. Надо делиться знаниями. Знаете, есть такой knowledge management. А мои ребята на практике это проходят. Они могут здесь хоть завтра MBA сдавать. У них практича. Они могут свои курсовые на основе вот этого вот гагаринства писать. Вы хотите сказать, что у меня люди глупы? У меня они глупые люди. Вы говорите, что с малыми деньгами нельзя приехать. Можно приехать. Можно. И можно остаться. Сколько стоит медкомиссия, визовый сбор, первый взнос за учебу, чтобы все ее получить, страховка на весь период обучения. Всего 3 тысячи австралийских долларов. И когда пойдет речь о билетах, 67 человек, к этому времени будет 100 человек, будут шерстить весь интернет. И как только они этот интернет найдут, они тут же поделятся информацией. И тут же эти билеты, самые дешевые, самые удобные купят, приедут вместе. А значит, карантинные меры у них будут дешевле. И это наш коллективный разум. А те люди, про которых вы говорите, это не мои студенты. Мне плевать на этих людей. Они же как решили? Они знают обо мне. Но если они не идут со мной, если они идут учиться с каким-то другим агентом, зачем они мне нужны? Им нечего делать на этом канале. Я не делаю это для них. И многие ресурсы я сейчас ограничиваю, ограждаю только для тех ребят, которые, допустим, для Гагарина. Мы делимся массой информации, но она закрытая, она только для нас. Потому что мы люди, которые помогаем друг другу. А сколько у нас захребетников этих фрирайдеров, которые хотят все получить? Потом улыбнуться и сказать, Саша, ну ты извини, я приехал вот с компанией вот такой-то. Потом сказать, Саша, помоги мне найти работу. Саша, помоги найти работодателя, чтобы мне остаться в стране. Человек даже не понимает, что ли, что он не мой студент. В какого милого я буду ему помогать? Вы об этом думали, Татьяна? Большие деньги. 5 тысяч долларов достаточно. 3 тысячи долларов на все расходы до билетов. Тысяча долларов, я думаю, где-то будет тысяча долларов. Билеты, я имею в виду австралийские. Из тысячи долларов можно сюда приехать. Виза позволяет уже работать. Завтра, а может быть и сегодня, вы пойдете работать. И через неделю вы уже получите первые свою тысячу долларов. А через две недели, может быть, еще тысячу. И все. И вы уходите в плюс, 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 плюс и плюс. Вам сделали учебу для Гагарина. Она будет начинаться в 17-15. И до этого времени работаете. И уже было объяснено, что можно работать по контрактной работе, и фактически вы можете зарабатывать и тысячу, и полторы. А кто-то и по три зарабатывает на крышах. Эти люди известны. Вот они. Они открывают свои компании, берут. Да, тратятся на открытие компании, на паблик лоббили и так далее. Но они зарабатывают по 150, по 200 тысяч долларов. Ну, 120, 150. Это более реальная, реалистичная цифра. Можно и больше. А зачем? Понимаете? И эти люди останутся. И опять-таки повторяю. Меня не интересуют другие люди. Меня интересуют мои. Я уже научился разделять тех людей, которые мои, и те, которые не мои. Я научился уже видеть тех людей, которые мне улыбаются и бьют мне в спину. Но в итоге страдают только они. Татьяна. Огромная вам благодарность за то, что вы дали мне возможность высказаться. Огромная благодарность за то, что вы научили моих студентов уважать и любить то, что для них делается в том числе, и уважать друг друга. Они уже поймали кураж. Они не идеалисты. Они прекрасно знают. Им было сказано, что треть, четверть из них получат отказы. Такова жизнь. На этом она не остановится. Они продолжат свою борьбу. Они будут делать все, чтобы в итоге их эпопея окончилась успехом. Семь кругов ада. Мои люди проходят так, как проходят суворовские войска. Тяжело в учении, легко в бою. Или, если хотите, тяжело в учении, легко в учении. Когда они приедут и будут здесь учиться. И будут здесь эмигрировать. Они уже готовы ко многому. Это люди, которые уже научились подработкам. Сюда приезжают уже готовые маляры, плотники, гипсокартонщики. Если хотите, да, и разнорабочие. Люди учат английский язык, потому что теперь они понимают реально, зачем они это делают. Это огромный багаж знаний, аккумулированный за 21 год. Это как минимум. Поэтому, дорогая Татьяна, уйдете вы с этого канала. Это ваш выбор. Не будет здесь людей, о которых вы радеете. Это их выбор. Но меня волнуют только те люди, которые мои друзья, мои студенты. И никогда иного не будет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.